Британское издание The Times разместило материал, согласно которому военная помощь Соединенного Королевства к киевскому режиму уже привела к ослаблению самих британских вооруженных сил. Наши министры четко установили количество необходимого вооружения, но они не готовы допустить его уменьшения, особенно критически важного передового вооружения и снижения потенциала ниже определенного уровня. Даже при наличии этих гарантий некоторые эксперты полагают, что количество единиц уже переданного оружия оставило британскую армию, недостаточно мощной в нескольких областях, пишет издание. И это, отметим, в Британии, считающейся одной из ведущих военных держав НАТО, постоянно участвующей во всех организованных США в войнах и оказывающей Киеву военную помощь в довольно скромных объемах. Проблема эта актуальна не только для Британии, но и для всего блока, который, как оказалось, не располагает необходимым арсеналом для введения современной широкомасштабной войны. Всего три месяца боевых действий и военные запасы сильнейшего альянса планеты оказались истощены. Но самое главное, выясняется, что и восполнять их весьма сложно. Запад в последние 30 лет ликвидировал значительные запасы старого и лишнего вооружения, а также радикально сократил объемы своей военной промышленности. И это связано не только с ошибочными представлениями о том, какой будет будущая война, и с неправильными оценками внешнеполитических вызовов и возможностей. Дело в том, что США рассматривали ВПК стран Европы как своих конкурентов и вели против них настоящую экономическую войну, в том числе политическими и коррупционными методами. И серьезно в ней преуспели. Так, военная промышленность ФРГ, например, оказалась критически ослабленной. К этому можно прибавить, что опыт конфликтов малой интенсивности или войны с Ираком экстраполировался на все потенциальные военные столкновения. В результате армии Европы и отчасти США оказались в непростом положении. Их структуры, методы организации, планирования и разработки устарели и не отвечают вызовам современности. Военные программы недофинансируются или финансируются неэффективно, в силу коррупционной составляющей. В результате они отстают от военного строительства России, Китая и даже по ряду позиций Ирана. В западных СМИ можно найти весьма любопытные цифры. Так, согласно иностранным источникам, США в последние годы сократили запасы артиллерийских боеприпасов на 50%. И это при том, что помимо собственных вооруженных сил, Америка является базой снабжения для многих союзников и вассалов по всему миру. Также сообщается, что во время недавних совместных американо-британо-французских учений британцы истратили национальный запас снарядов за 8 дней. США за 4 месяца поставили Украине 7000 ПТРК «Джавелин», что составляет не менее 30% собственных запасов. При том, что Локхит Мартин выпускает около двух сотен комплектов в год. ВСУ расходует их со скоростью 500 единиц в день. Можно, конечно, обвинять их в нерачительности, но солдат в бою не должен трястись за каждый выстрел. В то же самое время Россия, по данным Запада, за 4 месяца выпустила по целям 1100-1200 крылатых ракет. В то время как США производят 200 крылатых ракет в год. Россия расходует 50-60 тысяч ракет и артиллерийских снарядов в день. Украина около 6000, но даже такой расход Запад уже не может ей обеспечить. Но самое главное, в настоящий момент на Западе нет индустриальной, да и научной базы для ведения длительной полномасштабной войны. Ведь военное производство не получается консервировать. Если нет заказов от государства, производство прекращается. Оборудование демонтируется или перепрофилируется. И запустить его по новой, значит создавать с нуля. То есть, даже вполне современные образцы, недавно принятые на вооружение, подчас невозможно воспроизвести. После выполнения заказа конвейеры были разобраны. Несостоятельным оказалась и ставка исключительно на умные боеприпасы. Оказалось, что старые и совсем не умные снаряды, выпущенные еще в годы Холодной войны, работают в связке с БПЛА и современными прицельными комплексами ничуть не хуже, а стоят чуть ли не в десятки раз дешевле. А страны НАТО опрометчиво утилизировали свои запасы. И теперь расходы России и боеприпасов намного превзошли все прогнозы западных аналитиков. Но нет ни малейших намеков на снарядный голод, даже в обозримом будущем. Таким образом, военно-технический ответ России, о котором Владимир Путин предупреждал Запад, еще в конце прошлого года показал несостоятельность НАТО по целому ряду направлений. Конечно, наши враги сделают соответствующие выводы и постараются преодолеть возникшее отставание. Но, по крайней мере, несколько ближайших лет они постараются избежать прямой войны с нами.